Ну что ж, друзья, вот мы и в Москве. И, конечно же, как мы можем посетить нашу столицу и не отснять для вас что-нибудь интересненькое. Ну и, конечно же, это будут не японцы, это будут нас китайцы. И в данном случае у нас будет обзор на автомобиль, который абсолютно отсутствует, как на мой взгляд, в Москве. И мы будем в этом видео с вами рассуждать, почему его здесь нет. Начнем на разглавного. Перед нами BYD Song Plus. Автомобиль, который полгода назад привозил Костя напрямую из Китая, абсолютно новым. Это новая модель. И, если вкратце, в двух словах, что такое BYD? Это внутренний бренд для внутреннего рынка Китая, который постепенно выходит на внешний рынок. Допустим, данная марка есть даже в Японии. То есть, данные автомобили вышли на рынок Японии и будут продаваться с правым рулем внутри самой Японии. Если вкратце, что касается нашей модели, это BYD, повторюсь, Song Plus в хорошей комплектации с электроустановкой. В данном случае это у нас система как e-power. Так скажем, когда у нас передача идет именно с... Москва! Когда у нас передача на колеса идет от электроустановки, а в основном двигатель внутреннего сгорания используется в качестве генератора. Но! Есть одно большое НО в данных автомобилях. Если в случае того, что у вас села полностью батарейка, мотор начинает передавать усилия на колеса, и вы можете спокойно ездить только на бензине. Это, с одной стороны, как преимущество, так и его минус. А минус заключается именно в том, что данные автомобили не заходят как электрички по поршине, а таморываются как обычные гибриды. ДВС плюс... Это все, что касается растаможек, поршин и так далее. Нас же, как потребители, по большей части интересует же конечная цена. Как оно там растамаживается, как оно заходит, это не так уж сильно важно. Нам важно, что мы за эти деньги получаем. А получаем мы, во-первых, клевую внешность. Это рестайлинг 23-го года. Клевая оптика LED-овская. И самое главное, еще прикольный цвет. Поршевский. Костя, кстати, был на заправке автомобилей. Подъехал рядом Porsche, и точно такой же цвет. Мало того, что у вас внешность Porsche, так у вас еще и будет цвет от Porsche. Здесь на слайд оптика, повторюсь, есть туманки, ходовые огни, камеры. Ну, автомобиль напичкан максимально. Спереди смотрится, на самом деле, очень шикарно. И реально в потоке аналогичных китайцев, которые могли бы походить на какой-то бренд, да, их немного. Вот, клево. Молодцы BVD. По-лобовому все понятно. Все системы, датчики и безопасности и так далее. Все присутствует. По колесам. Резина 235-50-19. Прикольно, четко. Диски, конечно, китайские. Ну, китаец на китайских дисках, все логичненько. Но по задней части все-таки есть вопросы. А вопросиков, на самом деле, здесь предостаточно. Во-первых, да, ладно, окей, здесь прикольный моностопарь. Куча LED вот этих вот штучечек. Ну, прикольно. Но, как будто переборщили со спойлером, переборщили немножко с бампером. Ну, вот чуть-чуть, немножко поубирать, и будет поприкольнее. Либо добавить, но это все вопрос к дизайнерам. В остальном, у нас здесь есть метла. Что самое главное, камера, которая входит в комплекс камер 360. Есть задние ходовые огни, сонары. Что делает автомобиль еще безопаснее. Ну, и, конечно же, электропривод самого багажника. Как же без электропривода в любом кроссовере. И самое прикольное, что у нас здесь просто мусор, куча вещей. И это реальный тест, как можно загрузить багажник. У нас здесь коробка дронов, какие-то еще коробки. Даже есть консервы. И все это прекрасно здесь помещается. И также с кнопочки красиво закрывается. А также, что по опциям. Ну, конечно же, у автомобиля есть бесключевой доступ. Как же без него? Также у автомобиля есть панорамная крыша с люком. Что тоже добавляет некого прикольного стиля. Мало того, так еще и это и практично, и прикольно, и комфортно. По заправкам. Справа находится у нас бак для заправки от 3000. Слева находится заливная горловина для бензина. Вот, в принципе, по внешке-то и все. Потому что китайцев очень много. Внешность из них отличается друг от друга. Все это видно просто внешне. Что об этом говорить и что об этом рассуждать. Надо садиться и тестировать. Ну, что же, друзья. Начало нашего теста автомобиля BYD Song Plus. И, естественно, как и любой электрический, либо гибридный автомобиль, начинать тест нужно с полной зарядки. У нас здесь сейчас 16% заряд аккумулятора большого. Потестить на скорой, соответственно, не получится. Потому что, понятное дело, батарейка разъяжена, полную мощность не выдает. А как мы знаем, на бензине здесь ехать слабовато, потому что моторчик не очень мощный. Мы сейчас находимся в районе Балашиха, в Реутов. Едем искать заправку. Навигатор пишет нам 3 минуты. И, что самое важное, у китайцев, как вы помните из прошлого ролика Кости, зарядка идет не CHADEMO, быстрая, а GBT. Не странно, у нас привело на заправку Лукойла, но здесь должна быть зарядная станция. А? Точно, это бензиновый. Это бензиновый. Не дотягивается кабель. Где этот переходничок, Игорь? Держи опять пистик, я перепаркуюсь. Чуть-чуть подальше, его хватает длины. Честно, я вот в этот момент, я думаю, мне не нужен гибрид или электричка. А время-то тикает, мы-то станцию забронировали. А теперь куда я переходник дел? Жалко, ты оператора, не можешь мне нормально помочь. А, вот еще 12 минут мы все успеваем. А, я выкупил. Сначала эту штуку вставляем. Все, только потом зарядку. Получилось. Получилось первого раза. Ну что ж, друзья, победили мы эту зарядку. Зарядка от Ростсетей. Очень важный факт. Во-первых, вам нужно приложение. Вы его скачиваете, регистрируетесь, указываете карту. Далее, для того, чтобы начать зарядку, вам нужно забронировать розетку, с которой вы будете заряжаться. И только после этого у вас будет отчет времени 15 минут на то, чтобы припарковаться, вставить все необходимые разъемы и приступить к зарядке. Сама зарядка у нас 14 киловатт выдает. И заряжаться до полного бака нам нужно будет час 30. Но, думаю, мы зарядимся где-то процентов до 60, до 70. Этого будет вполне достаточно, чтобы машину потестить, прокатиться. И это будет, ну, вполне вменяемый хороший запас хода. Единственное, что непонятно, что с ценой на электроэнергию на этих зарядках непонятна выгода, да, самой зарядки. Но это реально. Мы только встали. А, ну и кстати, тут такая суета на зарядках, похлеще, чем на колонках с бензином. Потому что мы подъехали, здесь заряжался Воя, благо он быстро уехал. Подъехал еще один Воя, тоже хотел зарядиться, но мы уже были в очереди. Подъехал Зикар, и что немаловажно, вы быстро в Россетях нажимаете забронировать колонку. Все, она ваша, вы встаете, заряжаетесь. Это очень важно. Иначе, если вы этого не сделаете перед тем, как будете заряжаться, то, что любой другой рядом стоящий припаркованный автомобиль электрический забронирует раньше вас, и вы поедете искать следующего. Москва, друзья, на самом деле удивительный город. Вот мы снимали машину вечером и резко снимаем ее утром. Ну, тут такая история, что в Москве чуть раньше темнеет, но при этом достаточно рано светлеет. Вот мы буквально недавно гуляли, и в 3 часа ночи уже было светло. Это прикольно. Ну, а теперь не о Москве. О автомобиле BYD Song Plus. Что у нас здесь? Во-первых, из фишек могу отметить сразу, это прикольная приборная панель. Она у нас здесь сделана из жидкокристаллического экрана. Куча функционала, куча опций, которыми, на самом деле, я так и не успел полностью разобраться. То есть, это все на китайском. Это все нужно искать мануалы, спрашивать у китайцев и пользоваться. На самом деле, здесь зашито все очень много, и само качество очень хорошее. То же самое по мультимедии. В мультимедии зашито практически все. То есть, пока мы к ней не пришли, скажу, у нас здесь из возможности кнопок. Это аварийка, автопарковка, кнопка старт-стоп, селектор переключения передач, пару кнопочек обогрева обдува и именно обогрева обдува включения, то есть без настройки. Управление громкостью, управление режимами езды. Все, больше кнопок нет. Ну, естественно, стеклоподъемники, зеркала и все. Все остальное зашито здесь. И вот то, что они сделали, засунули именно кнопки регулировки климат-контроля в мультимедию, делают это еще более прекрасно. Причем здесь есть фишки, у монитора его можно повернуть. Вот этот формат, это больше для навигации, чтобы мы где-то по камерам, по картам смотреть, ехать, куда мы едем. А переворот можно использовать для тиктока. Да, у данных автомобилей есть китайский тикток. Управление мультимедией здесь, в принципе, нативное, легко управлять. Здесь куча опций, есть какие-то камеры, радио, все на китайском. На китайском даже есть WeChat. И данная мультимедия, в принципе, русифицируется, но полный функционал, к сожалению, мы не получим. Ну, все-таки машина для внутреннего рынка Китая. И все это есть в основном только в Китае. У автомобиля есть панорамная крыша. Это приятно. Причем шторка и сама крыша отодвигаются все с кнопки. И по материалу, по салону могу сказать так, что вот очень близко к премиальному сегменту. То есть это бюджетный сегмент автомобиля, но собран он так, что ты даже не задумываешься, а китайский ли это автомобиль в целом или нет. Ну, то есть я могу подумать, что это кореец, да, какой-нибудь там Genesis тот же самый. Потому что все прям плотненько. И вот этот вопрос о том, насколько автомобили китайские стали качественные. Не знаю за остальные марки. Знаю, что есть марки, которые собирают не очень, которые поставляются у дилеров у нас. Но автомобиль, который производится только для внутреннего рынка Китая и на некоторые страны экспорта, которые они любят и входят в топ-3 кроссоверов в мире, просто не может собираться плохо. По сиденьям, кстати, у нас здесь есть вентиляция подогрева. Сами сидения очень приятные, околоспортивные. Причем кожа не выглядит какой-то максимально дешманской. Она прям чувствуется, что она грубая и сделана качественно. Но грубая не само сиденье, да, а сама кожа такая грубая, что она прослужит очень-очень долго. И что, кстати, касается самой кожи, в Китае, по-моему, взяли вот эти новые BYD-шки. И на каждой накатали порядка что-то 300 тысяч километров. И кожа ничего не затерта. Все приятно. А еще ребята, вот, Игорь, вы же были, да, в Китае, ездили на китайском такси. Это же было BYD, по-моему. Ребята ездили на китайском такси BYD. Машина была с пробегом 150 тысяч километров. И у нее по ощущениям, по коже, по порожкам, все в идеальном состоянии. Потому что пластик в тех местах, где ты касаешься автомобиля, металл и, соответственно, кожа в тех местах, где ты будешь соприкасаться с автомобилем ежедневно, он сделан качественно. То есть не просто там, абы как, абы что. То есть и вот с этим BYD ты начинаешь ощущать, что все-таки это не пустые слова, когда называют BYD в Китае китайской Тойотой. Есть прямое ощущение, что она действительно очень-очень некачественная. То есть и, кстати, что касается самого автомобиля, сами BYD, они на российский рынок не зашли. Здесь у нас, понятно, есть Чинганы, есть Черри, есть Воя вот эти, да, по-моему, они тоже уже в России. А BYD нет, именно BYD никого здесь не интересует. Вон, проехал Черри, вон в каршеринге едет Черри. То есть вот стоит на парковке Амода, он есть у дилеров. Ну, то есть куда ни глянь, это как в Владивостоке, на каждой парковке есть Prius. Так и здесь на каждой парковке есть китайцы, но именно дилерские. BYD дилеры в Москве не продают. И, в принципе, в России BYD как марки не существует. И, на мой взгляд, это, наверное, задумка самих китайцев. Они не хотят пускать на российский рынок свой автомобиль. Мне кажется, они специально от нас его прячут. То же самое, что у нас здесь нет Zikra. У нас Zikra же официально не продается. Но его все хотят, потому что он распиаренный, крутые блогеры московские. О нем очень много чего рассказали. Огромный подлокотник. И, кстати, что прикольное, это у нас не просто BYD, и для кончу. Это BYD Song Plus. А значит, здесь есть микрофон, который можно попеть. Но, не знаю, насколько это законно в России. По-моему, у нас так вот делать нельзя. Но если где-нибудь на природку выехали, почему бы и нет? А тут и рассказывать-то нечего. Идем дальше. А какого года машина? 24-го? Да. Значит, новая. Новая машина. Zikra 07. Слушай, ну а красиво выглядит. Москва. Ну а с такого в Владивостоке не встретишь. Ну а то есть, кто у нас такое купит? Миллионеры, у которых и так все есть, и они живут теперь в Москве? Так что вот так, клевая машина. Но это что-то необычное. Есть и Zikra 01, мы все видели, да, с вами там, всякие разные. Вот такое я вижу впервые. Она ускоряется вообще как ненормальная. Смотри. Ну а я тоже не поверю. Них*** тебе. Но она ненормальная. И сколько он греет? Ты не поверишь. 2.4 по приложению. Прикинь. Ну это прям как американские горки. Я батю катал, батю с криком. Слабое становись. Самое главное не забыть нажать остановить зарядку. Иначе можно как бы, ну, попортить. Едем тестировать на скорость. Заправились, в общем, мы на 200 рублей. Это от 16% до 53%. Конкретно машина не показывает, сколько у нее запас хода только на батарейке. Поэтому здесь суммарно 913 вместе с бензином. Но оно не важно. Мы сейчас зато с уверенностью можем сказать, что машина на электротяге может ехать. Соответственно, отдача должна быть полная, что при таком заряде должна поехать. Потому что только на бензине как бы было слабовато. Пока, кстати, стояли на заправке. Прикольно побеседовали с владельцем Zikro. Подсказал с заправкой. Прикольно, что люди, знаешь, имеют сообщество, как и мотоциклисты. Да, вот ты подъезжаешь на заправку, подходишь к человеку, спрашиваешь. Подскажи, пожалуйста, как зарядить эту электричку? Я вот вообще полный ноль. Он говорит, ну ты скачешь в приложении, все рассказали. Вообще всем респект, кто был на заправке, кто подсказал. Это потому что куча времени на заправки. Пока заряжаешь. Пока заряжаешь автомобиль, можно поболтать. Это как бы не бензиновая, да? Конечно, есть минус в этом у электрических автомобилей, у гибридных. В том плане, что это дольше. Просто дольше. Причем очень странно, что у нас прием заряда по автомобилю что-то порядка 17 киловатт. Это маловато, потому что Zikro, вот он стоял на Zikro, у него вообще прием 100 киловатт. Он сейчас ставит 20 минут, и ему 400 километров запас хода заправится. Но это потому что не электричка, а гибрид. В остальном, пока едем, наверное, самые главные вопросы по тест-драйву. По ощущению. Ну, сходу, друзья, скажу, очень тихий автомобиль. Для китайца бюджетного сегмента очень-очень тихо. Шумка. Мы вообще не слышим, что там за бортом. Ничего не шумит, никто нам не мешает. С колесных арок шум не идет. Приятно на машине ехать. Очень. Так, ну и пока у нас есть прямичок небольшой. Свободная дорога. У нас есть режимы езды. Сразу ставим спорт и делаем газ с ходом. Вот у нас еще двигатель подключился. Ну, гражданская мощность. Нет ощущения вау. Как будто бы она, знаете, такая как ракета. Снимают всякие разные зикры. По ощущению, ну, 7 секунд. 8 секунд до сотни. Нету какого-то дикого вау. Ну, а что касается, допустим, той же самой аудиосистемы. Она здесь у нас марки Infinity. Звучит очень хорошо. И это самое главное. Как она называется, не так важно. По заднему ряду сидений места здесь предостаточно. Вполне комфортно можно ездить. Но здесь для заднего ряда сидений ничего особо такого и не завезли. Никаких подогревов, обдувов, каких-то регулировок. Просто задний ряд. А еще из минусов по передней части автомобиля, если могу отметить, это то, что у нас есть наличие электропривода в сидений, но отсутствует электропривод руля. Какая-то тойотовская история, либо какая-то такая, на самом деле, история из дешевого сегмента. Ну и бог бы с ним. Машина собрана очень качественно и хорошо. И я понимаю, что это не просто так. Ну и что, друзья, мы для вас уже два дня снимаем в Москве BWD Song Plus. И очень необычно понимать, что люди на него прям смотрят. С удивлением. Типа, что это за автомобиль? Мне казалось, что в Москве есть абсолютно все, и люди ничему не могут удивиться. Но, оказывается, могут, потому что модель здесь не подставляется, официально не продается, и поэтому они мало кто знает. Понятное дело, что люди в тусовке, кто там любит электрички, либо возит из Китая, либо рассматривал себя приобретение, они о нем, конечно же, знают. Пару вопросов нам позадавали, и был один только парниша, который подошел, такой говорит, блин, это что BWD Song? Мы такие, ты серьезно? Ты знаешь, что это за машина? Он гряда у меня старого поколения. Вот это я тоже себе рассматривал, но, к сожалению, ему денег в свое время не хватило. И он купил здесь бэушку. Получается, что машины данные есть, но их очень и очень мало. А по самому автомобилю, что можно добавить? По факту, это все-таки марка по качеству. Далеко от Toyota это и не ушла, потому что я реально, друзья, я не лукавлю. В данном ситуации, когда я этот автомобиль тестирую, езжу и понимаю, что он реально собран очень качественно. И что те деньги, которые за этот автомобиль вы заплатите, вы получите хорошее качество и надежность на долгие-долгие годы. Но что касается цены, друзья, цена на данные автомобили, она разнится от комплектации, года и так далее. На сегодня данный автомобиль, как сказал Костя, у нас он стоит в продаже в Москве. Цена для наших подписчиков 3 миллиона 800 тысяч рублей. Без проблем, здесь он уже полностью готов к перепродаже. Все утильсборы уплачены, так что вы можете без проблем его приобрести. А если вас интересуют подобные автомобили под заказ из Китая, пишите нашим менеджерам, и мы рассчитаем абсолютно любой автомобиль, который вас интересует. На связи был Максим, компания Priority Auto, с любовью, из Москвы. Подписывайтесь на наши сети, на телеграммчик, на ютубчик, ставьте комментарии, пишите лайки. Мне очень приятно будет их почитать и посмотреть. Всем пока! Компания Priority Auto – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля, покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto – ваш надежный поставщик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова